Об этом замечательном материале, как ТПФО, сказать следующее. Как мы без этого жили? Здравствуйте, меня зовут Лариса Алексеевна. Я хозяйка данного дома. И модернизацией и утеплением занимаюсь я. Дом был куплен в 2010 году. Он сделан из бруса и изнутри обшит вагонкой. Когда мы начали ездить зимой, поняли, что холодно. И утеплили снаружи дом такими розовыми плиточками. Прожив еще немного, мы поняли, что надо ставить батареи. Потому что топить камином беспрерывно должен подбрасывать туда огонь. И все равно холодно. Поставили батареи. Поставили дизель. Стали топить. Зимой опять холодно. Просто такое ощущение, что свищат со всех дыр. Решили, что это неправильно поставлены батареи. Вызвали новую команду, которая приехала. И просто сняла дом снаружи. На специальный прибор. Который показал, что тепло уходит как из стен, так и из крыши. Весь дом просто полыхал. Зрелище было, конечно, на этом приборе ужасное. И они сказали, что мы вам отопление переделаем, все хорошо. Но вам нужно утеплять дом. У вас дом совершенно не утеплен. Я стала искать по сайтам. Увидела Типофо. Мне понравилось то, что они занимаются такими масштабными вещами, как, например, сохранение снега для Олимпиады в Сочи готовили. Они делают парники, утепляют коровники. Я подумала, что если они утепляют такие большие объекты, то дом вообще здоровый. И мне очень понравилось еще то, что они сваривают свои эти полосы специальной сваркой. Надо было и крышу утеплять. Второй этаж вообще разбирался весь. Снимались батареи. Но все сделали здорово. Мы поменяли сайдинги, естественно. Все это было убрано, вывезено. А теперь давайте пройдем в дом и посмотрим, как у нас тепло. Хочу представить моего мужа Владимира Ивановича Покрышкина. Может сказать по поводу экономии топлива. Поскольку топливо стоит на его балансе, он этим занимается. И можно сказать, что, по крайней мере, дизель мы стали экономить во сколько раз? Значит, на 30% примерно. Время установки дофопола было гораздо меньше, чем мы рассчитывали. Что минусов никаких. Никакого конденсата. Дерево в прекрасном состоянии. Ничего с ним не происходит. Никакой влаги. Наоборот, сухо, я бы сказала. И напоследок можно об этом замечательном материале, как Тепа Фолл, сказать следующее. Слова Бенштейна. Что все новое, оригинальное, эволюционное и неизвестно проходит три стадии. Первая стадия – этого не может быть. Вторая стадия – в этом что-то есть. И третья стадия – ну как мы без этого жили? Вторая стадия – ну как мы без этого жили? Первая стадия – я randomly без этого жили? Первая стадия – это дом, это мы произойдет. Первая стадия – мы посмотрели, что library купила mnie. Тадия – это было�� derecho? Пер customizable с этим expanding grass что-то Kal deixar Butten – нам нужно вор repo.